здравствуйте уважаемые участники нашего научного мероприятия посвященную презентации статьи азрита мухаммедовича джимакулова к изучению к изучению генеалогии и генетический анализ династии и дегидов очень рад присутствовать на данном мероприятии в качестве модератора рад и нашим замечательным гостям хочется сказать несколько слов относительно того что вообще вот эта тема генетических следований она для нас весьма важны и стратегически важны постольку поскольку только междисциплинарный подход в принципе вот я глубоко в этом убежден он позволит выйти на гаеведе на новый уровень сделать такой ощутимый шаг вперед и с этой точки зрения в принципе да если пол мы посмотрим в отношении и не гимни современной генетической науки многие вопросы которые они являются дискуссионным их можно так сказать поставить точку их изучение только благодаря генетическим исследованиям особенно когда речь идет о полно геномных исследованиях это многое позволит открыть посмотреть по новым поэтому очень рад приветствую и всех участников и надеюсь что данные данные наши небольшое мероприятие будет таким открывающим целый цикл подобных исследований еще раз благодарю всех присутствующих ну в таком случае азрит мухаммедович предлагаю вам выступить со своим докладом а потом уже впоследствии можно будет обсудить этот доклад как раз в форме свободного обсуждения вопрос-ответ пожалуйста азрит мухаммедович ассалам алейкум всем меня слышно да спасибо за предоставленное слово хотел именно по моей статье сказать что предмет там исследования является происхождение золото ордынского беккербека эдеге и его его потомков как правящей династии ногайской орды составившие впоследствии основу ногайской аристократии до октябрьского периода и вопрос происхождения деге условно можно разделить на две составляющие это первое кто был отцом эдеге второе это этнические корни эдеге его генеалогия однако в историографии существует еще много противоречий о его происхождении что стало предметом исследования данной статьи именно после критического рассмотрения источников содержащих информацию о происхождении эдеге вкратце вот можно сказать следующее что тут два вопроса по первому вопросу кто был отец эдеге существует две точки зрения согласно первое это отцом эдеге был эмир балтычак который служил хану тимур малику данная версия основана на персидском источнике монтаха под таварих персидский источник и учитывая огромное количество ошибок допущенных данным автором хронологии генеалогиев современные историки как бы относятся данным его с недоверием и считают отсутствие балтычака в отношении эдеге маловероятным согласно второй точке зрения имеющиеся как в исторических сочинений так и во многих основных вариантах эпосов эдеге и сорок ногайских богатырей богатырей отца эдеге звали кутлыкая второй вопрос это этническое происхождение эдеге то есть также имеются разные мнения первое мнение это было такое что они происходят как бы от курайшитов то есть так сказать арабское происхождение условно согласно вот этой первой версии как бы эдеге вел вел свой род от потомка халифа бубакра эта версия кажется нам не убедительна ввиду очевидного сходства со множеством подобных мифических генеалогий согласно второй монгольской версии ну или монгольской или мангитской версии эдеге был выход зам из тюркизированного монгольского рода мангитов как бы и ну иногда уточняется как акмангит то есть белые мангиты согласно сокровенную сказанию монголов и мангиты являются как бы монгольским племенем и наряду с барынами киатами барласами они происходят от бананчара при изучении вот данной проблематики заслуживает внимания работы исследователя с казахстана жаксалыка сабитова в частности он как бы убедительно опровергает гипотезу об арабском происхождении эдеге и считает что ее основной основой послужила как бы сельсия то есть это цепь духовного преемничества суфийского тариката мевлеви которому мог принадлежать сам эдеге или его предки кстати в исторической литературе уже многократно как бы высказывалось мнение о том что целью подмены реальной и родословной искусственно составленным шежере из мусульманских правителей и святых послужило именно стремление потомков эдеге получить легитимность как бы они не доходили не могли как чингизиды именно брать легитимностью власть поэтому сошлись с такой стороны именно отличную от модели чингизидской легитимности разделяя монгольскую версию сабитов развивает ее и приходит к выводам что в частности например генеалогия эдеге которая начиная с древнейшего из упоминания предков выглядит следующим образом как бы махмуд керемет аншибай баба туклес и барперия то есть у нас пар пария кутлыкая и дальше эдеге фольклорного аншибая сабитов отождествляет современником и сподвижником хана нугая янжи который свою очередь был сыном известного по русским летописям баскака куримсы дедом куримсы по мнению сабитова мог быть монгольский военачальник чаган из племени мангыт имя чаган как бы переводится с монгольского как белый и сабитов считает что акмангытами могли назвать только потомков чагана кроме работы с источниками сабитова с помощью лаборатории фэмили фри дэна в сша лаборатория такая была сделана попытка прояснить происхождение династии дегидов протестировав игрек днк современных ее представителей для этого сабитов использовал результаты днк анализа одного из потомков русского княжеского рода урусовых тест игрек днк показал что урусов является носителем субклада c2 by y 18 29 28 возраст которого составляет ну 900 950 лет примерно данный субклад относится к c2 star кластеру которому генетически относятся и представители других нерунских родов ну что такое нерун нерунские рода нерун это нерун монгол это одна из часть части монголов куда входят например помимо мангитов туда входят например катаганы барлас и другие племена то есть они между собой имеют родство однако сабитов с нашей точки зрения неоправданно сопоставляет результаты тестирования урусова с данными днк анализа каракалпака из рода карамангыт чье происхождение от эдеги основывается лишь на преданиях и предположениях то время как наиболее достоверными потомками эдеги в настоящее время являются представители известных ногайских княжских фамилий впрочем княжское происхождение урусова статьи сабитова также ничем не подтверждается следует добавить что известный этногеномист булат муратов ранее тестировал представителя крымского рода мансурских то есть такой род который также переселился из большой орды в крымское ханство являются потомками эдеги по генеалогии у них была установлена габлогруппа о м 307 то есть не c2 связи с этим долгое время считалось что и сами деги также имел габлогруппу о м 307 связи с этим долгое время считалось что и сами деги также имел данную габлогруппу в целом принимая выводы сабитова по результатам проведенной им работы происхождение деги не даст и признавая перспективную разработку гипотезы о происхождении деги и анжи от от и анжи мы в то же время считаем что установить подлинное происхождение деги можно только протестировав явных потомков и деги это представители ногайских княжских родов это было признано нами основной задачей исследования единственным способом достоверного подтверждения происхождения по прямой мужской линии является днк тест y хромосомы в разных лабораториях это по разному делается бывает именно y стр маркеры либо чистая с ним тест y хромосома она передается только по прямой мужской линии от отца к сыну и как бы совпадение результатов y из стр или снип тестов между двумя мужчинами служит подтверждением их происхождение от общего предка и позволяет оценить степень родства поиск y снип как своего рода родовой печати для группы предполагаемых потомков по мужской линии и вычислении возраста их ближайшего предка является одним из классических вопросов генетической генеалогии объектами исследования стали четверо представителей княжских родов малой ногайской орды фамилии такие как туганов джан арсланов карамурзин и мансуров детально и вот сейчас примерно объясню как они по структуре именно вот кому относятся то есть все они происходят от мухаммада от мухаммада который в свою очередь со со своими братьями тинбаем и урусом они были как бы детьми исмаила то есть там у него несколько детей было но именно линия она вот расходится на исмаиле то есть одна линия от мухаммада она идет в малую ногайскую орду это а дальше от мухаммада идет саид ахмед сидахмед или шейдяк потом ислам дальше касай и у касая или касим у него уже где-то в 17 веке имеются трое детей основные дети это наврус касбулат и султан так вот из этих протестированных у нас точно это ну по источникам карамурзины они происходят от сына каспулата которых мы также протестировали от султана идет тугановы и джан арслановы джан арслановы они также были тугановыми но где-то 19 веке они переименовались стали джан арслановы также вот в этой султанской ветке помимо тугановых джан арслановых еще были ахловы но это уже предмет другой темы их также мы тестировали но это уже дальнейшем мы будем обсуждать тестирование ахлова четвертая фамилия это мансуровы по источникам очень там нету таких четких доказательств от кого от кого именно идут они от навруза от казбулата или султана но предположительно они именно происходят от навруза то есть от наврузовских нагайцев вот что касается вот этих четырех фамилий также мы дальнейшем хотели найти такие представители таких княжьих фамилий это как тинбаевы которые вот от тинбаевы идут бодраковые сунжевы но это уже в дальнейшем мы также займемся данным вопросом в лаборатории у айсек дэнашоп в германии было проведено 37 маркерное тестирование y-хромосомы туганова джан арсланова карамурзина и мансурова тесты показали что все четыре линии действительно происходят от недавнего общего предка и относятся к субкладу c2 f 19 18 данной ветки это три с половиной тысячи лет туда обычно входят все нерун монгольские рода и племена было очевидно что все четыре княжских рода имеют гораздо более близкое роста чем может показать 37 маркерное тестирование не вызывало сомнений что принадлежность одного из четырех протестирование более узкому субкладу c2 by y 18 29 28 будет означать принадлежность к этому же снипу всех четырех княжских фамилий поэтому для углубнения результатов был проведен снип тест для джан арсланова раннему результату предполагаемого потомка князей урусовых который тестировался на полный секвенс y-хромосомы был осуществлен расчет на основы на основе базы данных айфул ком и снип тест на субклад c2 by y 18 29 28 результаты джан арсланова и урусова полностью совпали и таким образом подтвердилось общее происхождение урусовых и джан арсланова а также туганова карамурзина и мансурова от одного предка тесты y-днк показали что четыре исследования линии являются именно носителями общего 37 маркерного y стр гоплотипа происходят от общего предка и относятся к облогруппе c2 f 19 18 широко распространенной среди монголов выявлено патернальное происхождение династии эдегидов от нерун монголов которым относились помимо монгитов это барласы катаганы кереи так например ближайшими генетическими родственниками джан арсланова туганова карамурзина и мансурова оказались тестируемые под фамилией горгани это предполагаемые потомки тамерлана из урода барлас проживающий в индии это династия великих моголов казахи двух племен это шанашкалы и кереи где шанашкалы по родовым преданиям записаны в 19 веке валихановым являются потомками племени катаган польско-литовский татарин и каракалпасский мангит на которого кстати и сабитов и ссылался наличие каблогруппы габлогруппы о м 307 у предполагаемого представителя крымского рода мансурских требует дополнительных исследований том числе тестирования других представителей данного рода которые могут показать иные результаты следует отметить что исследование показала близкое родство протестированных представителей четырех княжских фамилий между собой для установления родства этих родов с потомком русских князей урусовых был проведен снип-тест для джана сланова в результате как бы с ним тестировано было выявлено полное совпадение урусов и джана сланова внутри f19-18 c2 они попали в подведь как я еще говорил 2y 18-29-28 это особенно особенно впечатляет так как последним общим предком данных генеалогических линий был исмаил бибольшой ногайской орды по результатам проведенного исследования можно сказать что после поставленная задача в целом решена в результате тестирования четырех представителей ногайских княжских родов было подтверждено родство между данными фамилиями их общее происхождение от т.д.г. с общим субкладом c2 by 18-29-28 как характерным для нерун монголов особенно ярко это видно по положительному результату джана сланова к данному снип-маркеру урусова общий предок который скончался примерно 460 лет назад то есть то что я вот ранее говорил по генеалогии полностью опровергнутый бытывющий в исторических источниках сведения об арабском происхождении династии правителей ногайской орды полученные результаты подталкивают дальнейшие разработки гипотези о происхождении деге от подвижника хана ногая и анжи аншибая баскака куримсы и мангийского военачальника чагана в общем вот кратце так еще хочу добавить к сожалению мы хоть мы не смогли полностью провести полностью с ним тест мы не смогли провести и поэтому нам пришлось как бы за неимением должного финансирования нам пришлось именно сделать снип как бы тест к снипу урусова вместо того чтобы сделать полный геном одному из представителей ногайских княжеских родов ранее мы как бы как бы хотели сделать именно полный 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 геном но не получилось поэтому как бы у нас потолок он именно к данному снипу пошел то есть возрастом где-то плюс-минус да там тысяча лет а если бы например мы протестировали на полный геном тогда я предполагаю что образовалась бы новая ветка например если бы мы протестировали джана шланова на полный геном конечно образовалась бы еще новая ветка с общим с общим предком вот расхождение от исмаила дают урус тинбай и мухаммед вот это примерно этой ветке да было бы где-то плюс-минус там 500 лет поэтому в дальнейшем мы хотим продолжить исследования протестировать уже на полный геном представители других фамилий в общем вот кратце вот все спасибо за внимание спасибо большое азрит мухаммедович очень интересный содержательный доклад вот замечательно что ваша работа в принципе она подтвердила выкладки же целых мурашки сапитова на именно на гайском материале то есть более полно подробно с непосредственными представителями данного рода если так то я хотел бы предоставить слово представителям самой династии дегидов в данном случае у нас присутствует мурат мусу из жанарсланов ассалам алейкум алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат во первых всех с праздником с большим всем семьям благополучия и и и добра всеми дай аллах чтобы до следующего праздника дожили живыми здоровыми это первое второе огромное спасибо и большая признательность ребятам которые за это взялись и сделали на самом деле я далек от науки и далек научных каких-то для меня это фантастика грань фантастики ну безумно приятно я всегда знал там до третьего до четвертого колена кто мой прадед дед и все все что связано с ними а когда ребята взяли за это дело ну большой респект и парни которые это сделали остановились на том что ну финансирование когда говорим о финансировании этому финансирует какой-то предел есть какая-то рамка там миллион 2 3 я не знаю но это же всегда решаемо и кто-то должен быть заинтересован в этом да я не против поучаствовать там и финансирование в том числе если продолжить эти изучения это ну как бы вот все что я мог сказать ну причем огромное огромное спасибо у нас холодно я машину остановил то вы писали мне да я понимаю что в машине это будет сложно вышел быстро набрал там как-то силу своих не совсем правильных знаний может быть не хорошо разбираясь там телефоне во всех этих новых нововведениях но я это сделал поэтому еще всем повторюсь огромная признательность большой респект низкий поклон как угодно ну я безумно рад что вы это сделали всегда готов с вами общаться всегда готов помогать чем могу в силу своих возможностей там ума положение всего основного вот все что я хотел сказать обнимаю всех еще раз праздником правда ура тақи ковса он сезги о бізге икон аши не десе бозын мұрзаларымызның токумы он дережесу икон на қайбурилер сынлар саладылар азат пантник я сайдылар а бізге пантниклер керекту бізде тұры алашкыр едеге бабамызның тудықлары бар ковса спасибо огромное за предоставленое слово я всегда на связи предварительно пишите я всегда готов пообщаться Ну, пожалуй, мы поблагодарим представителя этого для нас знакового аристократического рода, дай Бог, чтобы он жил, процветал, и для нас это, я же говорю, большое счастье, что живы представители этого рода. Вот, опять-таки, не смог присоединиться Акбулатара Кенбаев, тоже, кстати, потомка Исмаил Бея, вот у нас в Астрахани проживает, в Астрахани у нас проживает потомки Жангуржиных, да, и по одной из версий это от Янгурчи, по другой версии это ченгизиды, вот они тоже в недоумении, кто они, да, в любом случае, потомки Астраханского ханства, аристократии, в любом случае, это наша вот такая, да, Нагайская аристократия, и это большое счастье для нас все. Мы на связи. Теперь, пожалуй, все-таки перейдем к обсуждению в свободном формате. Вот, я очень рад, что у нас в нашем чате присутствует Жаксолов Мурас Сабитов, если есть желание выступить, я был бы рад предоставить слово ему, ему принадлежит, в общем-то, первенство именно в этом исследовании, да, и очень благодарны тоже от лица Нагайского народа, что это исследование, оно, началось именно с вас. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо за предоставленное слово. Я бы хотел, наверное, несколько нюансов отметить и, в принципе, как бы, может быть, это в следующем обогатить статью, потому что, безусловно, необходим полный секвенз хромосомы потомков, потому что есть некоторые нюансы. Ну, первое, то, что хотелось отметить, вот этот СНИП, который мы открыли, на самом деле, он мангыцкий, то есть он общий мангыцкий. То есть, правильно сказал Зребешев, когда будет полный секвенз, тогда уже выделится отдельная едигейская ветка. Там у Русова есть СНИПы, но они частные, и какая их иерархия, непонятно. И пока другие потомки-то гене протестируются, иерархия, понятно, не будет. Это первый момент. А второй момент, сейчас Старкластер уже на 10 веток разделился. Там уже четко есть по каждому племени примерно понимание. Это Катаганская племя, это Барласы, это Казан-Кулак, это Уйсуны, это еще какие-то. 10 веток есть внутри Старкластера, поэтому можно уже очень много что сделать с помощью полного секвензер хромосомы. Третий момент. Хотелось бы немножко уточнить по Мансурскому. По Мансурскому, безусловно, приоритет в том, что его тестировал Максим Макчурик. Оплачивал я. То есть, не Булат Муратов, сразу стоит отметить, потому что он просто опубликовал наши данные. И еще один момент. Хотелось бы, наверное, увидеть критику, потому что была статья, в которой объявлялись потомки Едеге, потомками Таймас Шаимов, башкирский старшина, что он потомок Едеге, и у него группа эрогена, значит, что у Едеге эрогена. То есть, это тоже, наверное, стоит покритиковать, потому что там тоже не подтвердишься точки зрения. И там, на самом деле, основа лишь так башкирского старшину Таймаса Шаимова, потомками Едеге, ну, не особо много, на самом деле. И еще необходимо отметить, что, безусловно, очень много мангутов сейчас есть и каркопатов, там очень много разных групп. И, на самом деле, и акмангуты, и карамангуты, и Тимур Хаджа, и еще несколько разных групп. То есть, им тоже планируется делать бикирик, и если вот, как бы, сделают свой потомков Едеге бикирик, то высадится хорошее дерево для мангутов, и будет понятно, кто из них кто. Тем более, это решит проблему каркопатских акмангутов. То есть, каркопатские акмангуты, они знают, что они акмангуты, но они не знают, какого происхождения. То есть, там версий очень-очень много может быть. То есть, стоит учитывать, что в 1597 году, когда каркопаки впервые появляются в источниках, они вообще как синоним мангуты используются. То есть, мангуты и каркопаки, это ставится в знак равенства. Поэтому, безусловно, мангуты доминировали в каркопатском народе. Но вот, что эта заветка была от мангуты, которые правили каркопаками, это еще предстоит исследовать с помощью бикирик тоже. То есть, мы увидим, насколько они близки потомкам у Исмаила через вот именно полный сиклинский герохромосомы. Ну, в целом, примерно вот все, что хотел сказать по статье. То есть, если будут какие-то вопросы, обсуждения, давайте дальше продолжим. Я от всей души вас благодарю, Рукану Рахмету, что сказали такое свое авторитетное мнение. Тем более, я же говорю, вам принадлежит первенство в изучении этой темы с точки зрения ДНК-генеалогии. Но мои некоторые замечания по мангутам, то, что мангуты в составе Нагайского народа, они как бы достаточно широко распространены. Прежде всего, среди эдисанов. И вот у нас, например, в Астрахани, среди Нагайцев-Харагашей, целый куб называется, мангутский куб. Куб – это как бы совокупность племен. И вот как раз у некоторых представителей этого куба тоже вышла группа С2 и вышла старкластер у нескольких. Вот, например, наш замечательный Равиль Утюмухамед Джуманов, который зачинател Нагайского движения здесь у Астрахани, у него, его потомков именно в С2 и Старкластер. Но именно уточнение, да, вот именно вопрос уточнения самый важный, наверное, здесь, потому что те тесты, которые были сделаны на тот момент, 12 лет назад, были 37 маркерные тесты. Ну, на тот момент это как бы нас устраивало. Сейчас, конечно, да, чтобы о чем-то более подробно говорить, нужно изучать. Есть на Ставрополе представители рода мангутов, там вот, в принципе, есть у Мутянина информация об этом, достаточно обширные. Ну, я думаю, конечно, очень такая перспективная тема для изучения. Там, на самом деле, даже у кого-то есть представители мангутов, мангутаронов, вот, и как бы тоже вот есть желающие из их числа. Вот, и мне кажется, очень такое широкое поле для изучения как раз-таки и родовой номенклатуры, именно, да, и уточнение с генетической точки зрения. Пожалуйста, если есть желающие задать вопросы нашему уступающему Азариту Мухаммедовичу, я прошу. Я тоже хочу задать Азариту Мухаммедовичу вопрос, пользуясь правом, да, модератора данного небольшого мероприятия. Азариту Мухаммедовичу, вот, есть ли соответствующие, да, то есть архивные источники, подтверждающие происхождение эдегидов? Да, я-то знаю, что они есть, но хотелось бы вот уточнить у вас, как вы проводили работу с архивными данными? Архивные данные, они, именно, на две части я их поделил, то есть это источники, такие как Ангирей, это основа, также есть там Бенковский, другие источники по нагайцам Малой Ногайской Орды 18-го, 17-х веков. Именно 17-й век, это вот период, когда остались в Малой Ногайской Орде, именно третья часть от Малой Ногайской Орды, потомки Касая. То есть, раньше их называли Шейдяковцы, которые происходили от Саида Ахмеда. К 17-му веку другие две части кланов, правители Малой Ногайской Орды, они ушли в Крым, то есть это Мамаевские и Ураковские. То есть, изначально, до 17-го века Малой Ногайской Ордой правили поочередно три клана, потомки Урака, потомки Мамая и потомки Саида Ахмеда, которые впоследствии начали назваться уже не Шейдяковцами, а Касаевцами или Касимовцами. Опять же, к 17-му веку только Касаевцы остались, и это в архивных документах, так можно ссылаться на работы Три Павлова, где он опирается на данные источники. Можно увидеть, что к 17-му веку остается только третья часть, именно последний клан, а остальных вытеснили в Крым. И вот именно от этого оставшегося клана, далее мы смотрим, как это начало развиваться. От Касимовцев остается три клана, трое детей, это такие Орды, как Наврузовцы, Каспулатовцы, по-другому они называются Карамурзинцы, и Султанаульцы, как по-другому их еще называли Тахтамышевцы или Мангитовцы, тоже разные эти. Далее, уже к 19-му веку, уже в архивах, мы смотрим, кто к данным фамилиям имеет отношение. Помимо самих одноименных фамилий, такие как Мансуровы или Карамурзины, которые и так указаны в ранних источниках, дальше можно уже по архивам смотреть, как они начали делиться, как они начали переименовываться на другие фамилии, то есть Тугановы, впоследствии, уже в 19-м веку, там уже они начали образовывать новые фамилии, названия фамилии, то есть от Тугановых, те же Джанарслановы, те же Ахловы, ну Ахловы опять же, сейчас там новая работа будет, там отдельная тематика, Мансуровы, да, также там отделения разные, по которым также нужно работать, ну Наврузовцы это, вот Каплановы, Нечевы, которые тоже вот, сейчас их и не найдешь особо, Ураковы, Сунжевы, по всем этим родам сейчас нужно работать, но самые такие основные, мы их протестировали, которые, которых мы еще смогли найти, мы как бы благодаря архивным данным мы вычислили, то есть тут тоже были трудности, например, многие исследователи, они иногда делают путаницы, иногда путают фамилии, например, у нас есть Мансуровы, которые вообще отношения не имеют к князям, это переселенцы от поволжских татар, и некоторые, например, исследователи думали, что это потомки Эдыге, и даже вот Ногайский флаг как-то вот, белый флаг, да, вот с тангой в нижней, это просто перерисовано от татарского рода у поволжских татар, молодая такая фамилия, то есть они переняли эту тангу, думая, что это потомки Мансуровых князей, ну фактически это не так, поэтому очень много путаниц бывает. То же самое, то же самое насчет Тимировых, например, да, вот у нас были князя Тимировых, сейчас идет путаница, также у нас есть Тимировы, только черкесского происхождения, к Тимировым князям они отношения не имеют, поэтому вот, поэтому нужно работать по архивам. Также Алиевы, которые вот у нас также в Ауле, это потомки Абазин, ну иногда бывает путаница, что это, мол, потомки князей Алиевых, которые, предположительно, они Казбулатовские князья. То есть вот так. Далее, точно так же можно сказать, что насчет Ураковых, ну и другие фамилии. Ну смотрите, вот по поводу Алиевых хочу вот интересные тоже такие сведения провести, которые, в принципе, у Заремы Кепкеевы, да, приводились, о том, что Алиевы, Измаил Алиев, князь Мангытовских наградцев, все-таки это верфь, 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 верфь гиреевских султанов. То есть фактически это султаны, которые стали, да, выполнять роль, как бы, правителей мангытовского рода. Это очень интересная такая тема. Ну, тут про другую ветку я говорил, может быть, это другие ветки, я про Казбулатовский. Да, второй момент относительно архивных материалов. Ну, понятное дело, что есть источники, вы перечислили, как раз, да, те, которые писали, там, Ибларамбер Персал, военно-статистическая Персаль, там есть эти сведения о князьмских органах, но есть еще архив кавказского наместника, с которым как раз работал Аминат Хасан Курманов-Сирикова. Там более подробно есть, то есть если мы говорим сейчас о списках, которые есть, ну, свободно опубликованы, есть и более-таки подробный архивный материал, какая-то часть, я знаю, вам в руки попадала. Насчет представителей рода и дегидов, которые у нас в Астрахани проживают, достоверно известно нам здесь, что был род Урусовых и род Тимбаевых, которые между собой родня, есть и дела, да, часть из этих дел, с ними удалось поработать в живую титул, и их перевели в казачьи сословия. И в казачьем сословии Виктор Михайлович Викторин, мой научный руководитель, предоставил эти сведения. По этой причине, как бы, они пытались вернуть себе, да, вот этот, на протяжении начала, конца 18-го, начала 19-го века пытались вернуть себе княжеский титул, то есть признание, да, получить официальное. И вот как раз они приводят свои родословные, приводят от кого именно происходит. Это ветка Урусовых, который проживал в Кельнчах, на данный момент, насколько мы знаем, прямых потомок не осталось. То есть были потомки по женской линии, Зульхабира Ишбердееву Русова была, да, и вот именно ветвь Урусовых, непосредственно прямых наследников, суть по всему, она пресеклась. Но вот эти две ветки, то есть ветвь Тимбаевых, которые управляли Астраханской и Татарской управой, и ветвь Жангуржин, которая, капитан Мула, Абдулла Жангуржин, который Нагайсими-Карарашами какое-то время управлял. Вот эти две ветки, ну, одна точно жива, то есть это Тимбаевская. И я думаю, нужно бы, конечно, в этом направлении исследования наших продолжить. Так, Расул задает вопрос, много ли соревнований по монгольских условно групп СОИН? Ну, я не являюсь специалистом в генетике, и поэтому мне говорить тяжело. Если можно, пожалуйста, у нас админ Нагайского ДНК-проекта, как раз Азрет Мухаммедович, если можно. Да, сейчас примерно у нас в проекте есть около ста тестов, начиная от 12 маркерных, собранных с разных проектов, начиная от 12 маркерных, заканчивая полными геномами. Сейчас мы все больше и больше делаем полные геномы. Ну, к сожалению, сейчас на данный момент у нас 6, кажется, полных геномов. Но мы хотим именно делать полные геномы, отказавшиеся от 12 маркерных, которые практически не дают информации. Что касается СОИН, ну, скажу так, что именно С2, она очень... Вначале думали, что она не распространена. В ранних статьях я даже читал, что говорили там у Нагайцев, это как бы монгольская каблогруппа, их мало, примерно 5-10%. Но чем больше мы начали их тестировать, тем больше новые данные показывают обратное. Примерно от С2 у Нагайцев около 15-20%, может, даже 20%. О и Н на порядок меньше, но их тоже, да, сейчас точно не можем сказать, тоже процентов 5-7, но это типичные Нагайские именно ветки. И что еще хочу сказать, именно С2 для Нагайцев, они же разные, как бы С2, это старкластер со времен Мамонтов, С2 друг к другу рознь, да, как бы, и у них разные ветки. То есть вот у Нагайцев С2, она делится на две части. То есть основная это F-19-18, туда в основном, ну, конечно, трудно сказать, но туда в основном входят именно Нерун монгольский радар, и вот у нас там, например, те же Седжиуты, Мангиты, как бы там, даже Найманы туда входят, ну, видимо, как бы что-то вот, есть и О, Найманы, есть и С2, нужно больше изучать, именно F-19-18. К сожалению, когда мы тестируем на 37 маркеров, вот калькулятор не в ген, он именно не заточен под габлогруппу С2, потому что его делал сербский генетик, он как бы, этот калькулятор заточен более, ну, под европейские габлогруппы, и поэтому он глубже, чем F-19-18, не показывает, поэтому, если у человека С2 выходит, F-19-18, то ему точно дальше надо делать полный геном, если, например, там R-1, а там можно еще дальше углубить, а вот с F-19-18 сложности, ну, С2 именно, и у нас все по порядку F-19-18, без разницы, какие там линии, дальше не пробивает. И вот у нас этой габлогруппы очень много. Вторая ветка, это именно F-17-56, она входит, ну, туда более, вот именно, гунны, полеоденка гуннов, там, древних, мадьяр, венгров, то есть это даже не монгольская, такая вот, ранне-тюрская, что ли, габлогруппа, туда из С2 значительно меньше входят представители Нагайцев, да, как бы, все-таки больше F-19-18, но данных представителей тоже много, и, кстати, вот они, есть два представителя рода Кэпшак, и один из, астраханский, это из рода Мангыт, вот так, и, как бы, на третьем, на четвертом месте С2 входит, как бы, по количеству тестов, опять же, скажем, а О и Н, ну, уже где-то, значительно меньше, но тоже это основа Нагайской, Нагайской габлогруппы. Вот, если можно, пользуюсь, да, своим правом модератора, два вопроса вам, поскольку, ну, эта тема давно интересует, первый вопрос, опять-таки, касаемо С2 габлогруппы, габлогруппы, есть достаточно много, у меня полевого материала, ну, в принципе, не только полевого материала, есть даже архивные данные, которые я, торопиться, приводил, о том, что, часть калмыков покупалась специально, да, Нагайскими мурзами, принимали ислам, и оставались в составе Нагайского народа. И в Корану Вай, например, предания такие, то, что, если была какая-то эпидемия, так скажем, оставались, оставляя сами калмыкии, оставляли свое потомство в безлюдном месте, да, в юрте, и приходили в Нагай, забирали и воспитывали по Нагайске. То есть, судя по всему, должен был бы у нас быть еще и калмыцкие, да, компания. Нет ли никаких данных на этот счет у вас сейчас? Смотрите, как интересно получается, то есть, вот Нагайцы, да, это, так сказать, если в степи, условно, это, как, условно, пылесос, то есть, они впитали в себя, кровь разных соседних народов, то есть, вот смотрите, если Нагайцы в прошлом соседствовали, например, в Северном Причерноморье, со славянами, с восточными славянами, с народами Балкан, то это все, как бы, отразилось на генетике Нагайцев, то есть, мы смотрим, и тут, конечно, надо разбираться, ну, например, R1A, Z282, то есть, он, как бы, типичен для восточных славян, для, как бы, для русских, для украинцев, для чехов, но тут еще нужно разбираться, то есть, тут две версии, либо это у Нагайцев от скифов, либо там от, от восточных европейцев, да, данная габлогруппа, или, например, габлогруппа И-2, например, да, она распространена, там, у болгар, у сербов, у румын, то есть, на Балканах, в соседстве, ну, мы знаем, что это были буджакские Нагайцы, у Лус-Нагая был, да, на территории, вот, северного Причерноморья, вплоть до Дуная, и, то есть, мы видим, вот, вот это вливание, что у Нагайцев до сих пор это вливание сохранилось с этими габлогруппами, нетипичные для, именно, как бы, для тюркского народа, азиатского происхождения, так сказать. Также, ну, что мы можем сказать, что, живя на Кавказе, у нас большой процент именно кавказских габлогрупп, G2-2, это Западный Кавказ, Адыги, Абазины, G2-1 у нас очень много, именно, есть, конечно, свои изначально, которые в более ранний период пришли, но, есть, как бы, поздние вливания. G1, да, Восточный Кавказ, но, почему-то, калмыцкого, я смотрел, типичные для калмыков габлогруппы, я не увидел, именно, калмыцкого вливания у нас, то есть, если у них есть R2, ни одного R2 у нас нету, если у них есть, например, C2-M48, C2-M48, ни у одного человека нету. Кстати, вот, хочу добавить, например, вот, про младший жусь казахов, да, что, мол, это вот, мы единый народ, младший жусь, это, можно сказать, нагайцы, да, ну, подавляющее большинство, 90%, 85%, ну, я не знаю, Жак Салых Сабитов, пусть меня поправит, там большинство, это именно C2-M48, там у них определенный, алшинский, алшистная, это ветка такая, возраст, с общим предком 600 лет, да, там, предположительно, их, ну, предок их общий, это, Аллау-Батыр, то есть, ни одного, М48 у нас нет, есть зато, М48 у калмыков, есть у младших жузовцев, как бы, поэтому, на данный момент, у нас нет вообще, калмыцкой крови, не вижу я, габлогрупп такой, габлогруппы такие, конечно, как бы, на 12-маркерных примерно посмотреть, там непонятно, да, есть такие ветки, которые, трудно понять, на 12-маркерах, может быть, но, вот, именно, начиная от 37-маркеров, у нас ничего такого нет. Вот у нас пользователь, еще один в чате, под ником Джумагалиев, задает вопрос, относительно рода тома, относительно рода тома, есть ли, да, данные по роду тома, сейчас, в Ногайском ДНК-проекте, как раз я знаю о том, что вы эту тему исследовали, пожалуйста, на соответствие с казахскими, да, младши-русскими тома. Да, это вот, недавно тестировался тома, скажу так, сначала тестировался в лабораторе, Данте, ну, такие проблемы с этой лабораторией, и он не смог дождаться, там очень долго идут тесты, и он, как бы, отозвал, да, свой тест, с данной лабораторией итальянской, и сделал на 37 маркеров, фэмили, ну, фэдна, американские. Так вот, что я могу сказать по там, это, у нас есть представитель, рода, тома, то есть тама, да, он у нас записан как тома, фамилия тома, ну, как бы, во время революции, как бы, ну, как бы неправильно записали, видимо. Какой хорошо нужно. как известно, да, они происходят от, происходят именно от Шора Батыра, по преданиям, как бы, вот он протестировался, сейчас у него тест, у него сейчас тест, он добавил именно на биг-тест, сейчас мы ожидаем результат, сейчас мы, как бы, ожидаем результат, но на 37 маркеров, у него вышел N, это Y-90-22, там, ну, дальше трудно, как бы, пробивать его на Евгения, что интересно, казахские тамы, они оказались не родственны на Гайске, то есть, у казахских тамы, вроде, как я знаю, С-2, и Р-1А вышли, у представителей казахских тама, но, есть совпаденцы на уровне 4100 лет, дальше пробивать трудно, как бы, до общего предка, это татары, удмурты, эрзиане, морийцы, то есть, это такая вот габлогруппа, вот, именно на народы по Волжье, похоже, более того, более того, что могу сказать, есть вероятность, то есть, в этой же ветке, есть представители татарских фамилий, которые себя производят от потомков Шарабатыра, то есть, тоже, если он сейчас сдаст на пол, ну, на биг-тест, и, вот сейчас мы увидим результат, может совпасть с потомками Шарабатыра, у татар, то есть, хотя, может и не совпасть, ну, тут есть вот вероятность, очень интересно, да, вот именно с татарскими потомками Шарабатыра, он может быть родственником. Очень интересная тема, да, я вот пользуюсь случаем, да, я сам не так давно писал на эту тему небольшое исследование, подаю статью, и у нас, среди Нагайсов-Харараши, у Астрахани, есть род такой, который называется Когас-Стамгой-Ай, ну, мы знаем из эпоса, то, что Конь-Карагир, да, Ай-Тамгал-Карагир, упоминается, у Османова, в его версии эпоса Шарабатыра, там тоже приводится, что именно Тамга-Ай используется, Тамга-Полумесяц, вот у этого рода Когас, Когас, кстати, родословный, упоминается, как один из предков Шарабатыра, Когас, и вот Тамга-Ай, и вот представитель этого рода, там два или три человека сдавала, и у них вышла ГАПЛ-группа Р1-А, но опять-таки более подробно необходимо изучать этот вопрос. Вопрос от пользователя Шамиль-Карагулов, есть ли эдегиды среди Ставропольских и Крымских нововек? Вот такой вопрос, пожалуйста, Азрит Мухаммедович. Ну вот, как раз мы упоминали Мансурского, среди крымских татар, Нагаев, Степных, ну вот это именно эдегиды, это именно представители Мансуров, то есть это один из нескольких кланов, которые имели право держать на Кашме новоизбранного крымского хана, то есть среди крымских это мансурские. Но, как мы видим, у одного из протестированных показала каплогруппу О. Насчет Ставропольских, насчет Ставропольских, смотрите, тут после 1783 года, после вот именно таких трагических событий для нагайцев, после резни со стороны Суворова, среди больших Нагаев, старопольские и дагестанские Нагаицы, они входят именно в большие Нагаи, там не осталось князей, точно так же, как, например, у чеченцев, да, у чеченцев же нету аристократии, также и аристократии практически не осталось у представителей больших Нагаев, ну, исключение это часть Юртовских, да, как бы, в Астрахани, но есть вероятность, что среди именно пришлых в среду, как бы, Каранагаев, Кобанше, есть, возможно, есть эдегиды, надо протестировать Эмингли Мурзаева, то есть, там чисто все на словах, что, ну, они сами подтверждают, что они потомки эдеги, но по архивным данным нету, поэтому я не могу сейчас говорить, что они потомки эдеги, но если мы их протестируем на полный геном, может оказаться, может оказаться, что они являются потомками эдеги, но именно малых Нагаев, именно кубанских, а именно потомки, ну, именно большой ордынской части их не сохранилось, их всех, их живых не осталось, как мне известно, может быть, среди мухаджиров в Турции только, если их хорошо поискать. Ну, я помню, что на Кубани есть род с этим миром. Попросил, попросил Жекселук Мураж Сабитов дать комментарий относительно группы ЦУ Нагаевцев. Я прошу, пожалуйста, Жекселук Муратович. Первое, конечно, хотелось отметить, когда мы говорим про стеркластер, вот жалко, что нету полных или хромосом, то есть, если мы говорим, вот услышал, что есть стеркластер у найманов ногайских, здесь хотелось пояснить, что у кыргызских найманов тоже есть стеркластер. То есть, просто там он не снипированный, он не глубокий. То есть, мы тестировали в среднем около тысячи кыргызов, там у них есть Номанская большая группа, вот с них тоже есть стеркластер, но его нужно на СРП изучать тоже глубоко. Второй момент, F1756, который есть у ногайцев, у астраханских, у кипчаки и у генекулы, то есть, они и-то публиковались, по 12 СР, они очень близки башкирским карагай-кипчакам и половине кыргызских кипчаков, то есть, 50% кыргызских кипчаков цена F1756. То есть, на 12 СР они неотличимы, все сидят на одном месте. Единственное, там еще можно сказать, что я делал полные сиквенсы и для башкирского карагай-кипчака, и для кыргызских кипчаков там вышел общий предок в 500-й год, то есть, полторы тысячи лет назад. Ну, башкирский кипчак и кыргызский кипчак. Если бы были бы на гайские кипчаки, тоже было бы интересно, кому он бы ближе был бы. Потому что мы знаем, что, как бы, тот же самый монаш, он был, как бы, кыргызским кипчаком. То есть, и его сми называют там живущий на гайце там, сон, прям, храбрый монаш. То есть, соответственно, тут необходимо полный сиквенс делать для того, чтобы увидеть по кипчакам. И Евгений Никола тоже интересно, потому что он тоже похож на вид, но, как бы, какой уровень росла, тоже непонятен. Ну, и по Менгри-Мурзаеву мы сделали полный сиквенс. Там, в принципе, потом, к Менгри-Мурзии не относятся. Спасибо большое. Спасибо большое за комментарий. Ну, я со своей стороны тоже ставлю свои пять копеек, если можно, поскольку, хоть я не занимаюсь генетикой, я занимаюсь этнографией, у нас в Астрахани, вот я сказал, представителей копчаков формально нету, но дело в том, что в один из Штрепавов в своем монографическом исследовании серьезном, истории Ногайской Орды, в своей работе, он приводит в составе родов, который встречается в архивных данных племя Карагаш-Купчак, Карагаш-Купчак. Поскольку наши именно четыре группы Ногайцев есть в Астрахани, одно из названий это племенных Карагаш, к которым я отношусь, вот, и Карагай-Купчак, да, Карагаш, в преданиях Ногайцев-Карагашей название наше возникло по причине того, что проживали в местности, в которой было много Карага и Ман-Карагаш, да, то есть это лиственницы и вяз, упоминается Кубань, Кубань вообще для Купчаков, ну, для еще древних, еще, да, до прихода монголов, это было такое сакральное место, вот, и очень интересно, тем более, что, вот, к сожалению, не смог присоединиться Юлдаш Мухаммаш Юзуф, он говорил, что были дороги, вот, от него поступили извинения, вот, он приводил данные, да, о том, что как раз-таки у многих южных башкир, как раз-таки по щежере связи с Ногайми, да, и, соответственно, генетика больше или меньше совпадала, но это, конечно, надо обратиться к башкирским нашим коллегам, вот, более подробно, чтобы... это Карагайки-Пчаки. Карагайки-Пчаки башкирские. Ну, замечательно, как раз... Вы же добавите, забыл тоже. Второй момент, еще мы Ногай-Казахов сейчас тестируем тоже полностью на Беги. Там две группы из четырех, они тоже относятся к Саркластеру, это Казан-Кулаки и Уисуны. Сейчас ждем полных скинсов у них. И также хотелось отметить, что когда говорим про F17-56, он был распространен среди Хонну, Синби, Тюрков и Жужамини. И вот последнее исследование было Палео-ДНК, это император Бэйджоу, он тоже относится F17-56, но он там чуть-чуть дальше от Чаков, не близкий, это шестой век, то есть та династия, которая с тюркзем когда она там воевала, устанавливала отношения естественные. Вот примерно так, что было сказать. Ирина, темой диссертационной исследованием связана с новой казахами, у меня мать из рода новой казах, тема, конечно, очень животрепещущая для меня, для моих новашлар. На самом деле, как раз таки, вот эти четыре рода считается, что являются Копчаками, согласно Нагайском Сежире, то есть Копчак, Костанвала, Казанвала, и вот на ними у Нагайцев Кара-Нугая Исюн Копшак они называются. Копчак, Исюн Копшак, Костанвала и Копя-Скопшак. То есть все четыре рода они считаются Копчакскими, все четыре рода являются в свою очередь это Едюш-Кульские, то есть это в составе Большой Нагайской Орды. Все четыре рода они исторически, ну, уже попав в состав казахов, там они приводили такую легенду, что происходит от одного отца, один, дескать, старший, вот этот Исюн, ждал, терпел, когда там Казан варился, второй там под ногами крутился, одному попало так скажем упало на него, обвалился треть, одному ударили и остался знак вот этот постамга. Эти предания слышал от своего деда, Нагашатамнан. Еще один вопрос у нас в чате поступил от пользователя Расул относительно сходства генетики крымских ногаев и ногаев Северного Кавказа. Азрит Мухаммедович, просим вас, есть ли у вас какие-то данные? Так, ну, по генетике крымских татар тут только вот можем опираться как раз на данные Жак Салыка Сабитова, вроде они тестировали, могу путать, или Булатов, Булат Муратов. Есть данные и мои, и Булатова, и Авджиа. Да, да, ну, там сравнивать не с чем, там в основном 12 маркерные, тесты, но примерно по составу они сходны, они сходны с нагайцами, R1A, R1B, C2, все то же самое, интересно, что у них есть определенный род, черкесский род с G2, очень такой распространенный у них, ну, и, конечно же, данные они показывают даже не по данным Сабитова и других исследователей, а вообще вот единичные такие вот в списках ФНА можно найти результаты, которые люди сами тестировались, по ним тоже можно видеть, что они ДНК крымских нагаев очень сильно отличается от субэтносов, татов и алыбоев, то есть это буквально разные народы, разные популяции, вообще полностью отличие, но сравнивать так нету еще у них ни проекта, ничего на уровне 12 маркеров там максимум, ну и бывает там несколько 37 маркеров, полных геномов я вообще не видел у них. на нашем проекте на Гаявене выходило интервью Юлдаш Мухаммаш Юсупу, который тоже принимал участие в этих исследованиях, как раз он совался на данные Аджайян и других коллег о том, что генетический коллектив степных крымских татар и северокавказских Ногаев, они очень близки, очень близки между собой, фактически, да, речь идет об одном и том же генетическом коллективе, ну, это надо, опять-таки, я отсылку делаю к Юлдаш Мухаммаш Юсупу, надеюсь, что еще в дальнейшем будет исследование. Здесь вот еще поступила в чате такая информация, то, что в составе Ставропольских Ногаев был урод Мурзалар и он, как таковой, да, исчез. Ну, урод Мурзалар, он есть и у Башкира, и вот, опять-таки, выяснять надо более подробно. От себя могу сказать то, что Эдегиды, да, то есть потомки Эдегея у Большой Ногайской Орды, это вот у нас в Астрахани, то есть в Астрахани, собственно говоря, остались потомки Большой Ногайской Орды, прежде всего речь идет именно о Килинчинских и Десантских Мурзаларах. И вот я уже упоминал Кенбаевых, да, Урусов. Кстати, у Юсуповых дача была на Каспийском море, уже как-то крестились, все равно кровь, как говорят, стянула. У нас же в Астрахани находится Зерат, который называется Туклюбаба Шашла Ас в Моширике. И вот как раз есть сведения, что потомки этого рода приезжали навещать, помолиться о своих предках нам в село Моширик, которое получило название Казаул. Еще из моих сведений, которые у меня имеются, где-то, ну, порядка 5-6 семей есть, пока не буду раскрывать всех карт, которые претендуют на то, что они являются потомками Эдеге. Вот, но это, да, необходимо поднимать архивные данные, необходимо, опять-таки, проводить тесты, тем более, что туда нужда в полногеномных исследованиях. Я думаю, замечательно мы сумели пообщаться, и я надеюсь, что еще какие-то вопросы есть. Если можно, последний мой вопрос, да, вы как бы раздраконили, затронули мою рану в отношении моего генетического теста, когда я в свое время, да, уже больше там 10 лет назад сдал генетический тест, несколько позже получил как раз-таки, да, я вот этот заветный конверт в руки попал, посмотрел результаты, я ожидал там у ВТЦ-3, там ИО, и ГАПЛ-ГРП-ОД, а увидел там как раз Ай-2, П-37-2. Вот, пожалуйста, относительно этого мой вопрос будет, пользуйтесь служебным положением. Ай-2, П-37-2, но вайф. Да, у вас тест был на 17 маркеров, вроде, если я не ошибаюсь, вам делали Барановские, ну, как бы точно он входит и П-37, но предположительно он может войти в ветку С-17-250, она как бы типичная именно для народов Балкан, болгары, сербы, из совпаденцев на 17 маркеров, ну, замечу, это вообще поверхностно, то есть, это такие балканские народы, как болгары, сербы, албанцы, боснийцы, румыны, ну, даже украинцы, и, как бы, возможно, ваши предки, они, как бы, пришли именно с территории Балкан, или именно восточной Европы, там, территория Румынии, там, Болгарии, ну, примерно, ну, возможно, что втянулись, так сказать, в Улус-Нагая, то есть, в составе Улуса-Нагая, как бы, по источникам-то были и славянские народы, и народы, ассимилированные славянами, те же геты, фракийцы, ну, это уже более ранний этап, да, ну, вот, ощущение, что вот именно оттуда. И, кстати, данная габлогруппа, она типична, вот, и связывает не только Нагайцев, но она еще есть у татар, то есть, вот, что интересно, именно вот, вот такие интересные габлогруппы, R1, AZ-282 и P-37, именно вот, данные ветки, которые, вот, типичны для южных славян и балканцев, они, как и у татар, и так, и у Нагайцев, и вообще вот состав каблогрупп, они вот схожи с татарами, у Нагайцев, то есть, можно даже говорить о каком-то родстве, примерно, если для сравнения, это можно сказать, примерно такое же, как у, например, родства, такой состав, практически идентичный, как, например, у Карачаева-балкарцев и у адыгов, вроде это разные народы, но вот состав, смотришь, и у них все очень такое переплетенное все, да, тот же R1AZ93IP451, да, именно такая узкая ветка, она есть в большом количестве и у адыгов, и у Карачаева-балкарцев, например, да, тот же G2A1, ну, G2A2, конечно, у Карачаева-балкарцев чуть меньше, то же самое, вот, и вот эта связь такая, да, вот, у татар и Нагайцев, и вот, возможно, вообще, в чем отличие, например, я вот заметил, отличие тюркских народов, то есть, именно те народы степные, которые совершали набеги, именно такие ордынские народы, татары, нагайцы, ну, и прочие, они отличаются от других тюркских народов, как я заметил, могу ошибиться, может, что-то, ну, другого мнения, они отличаются тем, что там очень большие вливания из других народов, то есть, славянские, балканские, кавказские, ну, например, таких больших вливаний, например, нет у карачаево-балкарцев, или кумыков, или у таких тюркских народов, у оседлых, так сказать, да, вот, отличие такое, я вот заметил, спасибо большое, такой маркер, могу добавить, да, ну, да, пожалуйста, и, на самом деле, надо смотреть, там очень много вариантов, может быть, без полного сиквенса, вообще ничего сказать нельзя, потому что у нас, вот, например, есть, глупогруппа И, вот, мне принадлежал один из президентов Кыргызстана, например, то есть, там свой род есть, у нас, например, есть племя Меркид, то есть, там, 30% этого племени, кажется, глупогруппа И, потом, есть, вот, тоже, Арген Караул, в него подразделение Нагай, он тоже Копорупа И, буквально недавно Биг сделал, то есть, там очень много разных, может быть, подразделений, это древняя Копорупа, и там по 17 маркерам вообще ничего не угадаешь, потому что Камаплазия, она все русит, вот, у меня тоже, когда я родина сделал, меня к шотландцам отнесли, только потом уже, через 6-7 лет, сказали, что у вас азиатская родина, и все такое, то есть, без полного сиквенса, что искажешь? Да, добавлю, тут, добавлю чуть, помимо, вот, из Мухамбетова, и Галиева, вот, из Нагайцев, как бы, 3-4, с такой габлогруппой, помимо него, есть и 37 маркерные тесты, то есть, это тест, например, у Суюнова, также, с Астрахани, у него 37 маркеров, и у него, именно там, более детально, можно увидеть, как бы, совпаденцев, да, и там видно, что именно с Балкан, то есть, если, да, по 17 маркерам, там, конечно, трудно сказать, но, вот, например, есть и 37 маркерные, которые более, такой, похожи, то же самое, есть у Карачаевца, у Русова, тоже, там тоже, кое-как, по мелочи, ну, можно уже предположить, откуда у Русовой, происхождение. Вот здесь поступил еще один, я все-таки небольшую ремарку сделаю, потому что я изысканиями занимался, чисто, да, по своей такой, губительской стезе. Дело в том, что у Башкир, у тех, кто имеет ногайское происхождение, участие, тоже Ай-2, П-37-2 вышла, вот Салават Ай-Хамедулин, Салават Ай-Хамедулин, тоже представитель этой группы, у нескольких она родов, у род Кумрук, племя Метабын, как раз по преданиям, пришлые с Черного моря, с Кубани, есть такие сведения. Ну, здесь вот в чате появилось вопрос о сообщении от пользователя Салим, здравствуйте, уточните, что за потомок Чурабатора среди татар поджестируем. Есть три ветки, интересно, кто из них прошел тест? Я сейчас точно не вспомню, там фамилии я не вспомню, но один из них, он эрзианский князь, то есть он вроде как нижегородский мишарин, но потомок эрзианских князей. Один тестировался, другой, я сейчас не могу вспомнить фамилию, как она назвалась, на букву могу ошибиться, то есть там два представителя, один именно потомок эрзианских князей, другой именно татарских князей, тоже именно с Поволжья. Две фамилии, но сейчас вот на память не могу вспомнить. И вот еще вопрос от Радмира Нуралиева поступил, проект Ногайские Китахана, Ногайская онлайн-библиотека. Планируется ли изучение тех ротов, которые попали в состав русской аристократии, ордынского происхождения, на предположительное Ногайское происхождение? Ну, для меня это не секрет, как и для вас, что оно, в общем-то, было участие из них. Ну, есть ли такие вообще, в принципе, планы, Азрит Мухаммедович? Вопрос первый, это планируется ли изучение князей неэдегидов? Так, ну, есть фамилии, которые в архивах, именно Малая Ногайская, то есть в архивах 19 века Ногайцев именно Кубани, там указаны фамилии, которые трудно сейчас определить, они эдегиды, или это более древние какие-то представители родов, и сейчас мы хотим их протестировать, это Ураковы, Сунжевы и представители других фамилий, их сейчас называть не буду, и там трудно сказать, потому что мало вот этих архивных материалов, мало источников, например, если по Джанарслановым, Тугановым, там источников очень много, там по Мансуровым, то по таким фамилиям, да, есть, вот в архиве на карте есть, там Сунжевский аул, или там Кубековский аул, Кубековый, ну, кто-то может сказать, как по полевым данным, что это там потомки кубековских кипчаков, да, как бы древний какой-то род, который на Кавказе жил, ну, это все на уровне домыслов, да, как бы, нужно их проверять, они реально были князями, они реально эдегиды, или же они какие-то, вот, древнее население, то есть, помимо представителей Ногайской Орды, же Ногайцы, они же были из выходцы, из, например, Туменского улуса, да, как бы, из древних таких тюркских государственных образований, которые жили на Кавказе, да, они, они некоторые не входили в Ногайскую Орду, то есть, Ногайцы, это не, не сто процентов, это население Ногайской Орды, как мы знаем, это и Туменские, и Гуены даже, и Кремовское ханство, да, как бы, или Кремовское улус, на территории Краснодарского края, да, как бы, это все, нужно проверять, ну, тут, или Эдегиды, или не Эдегиды, трудно, а второй вопрос, это, так, второй вопрос, по развитию проекта, интересно ли князья, ну, вот, князья Паурусовым, да, вот, то, что их там, тестировали, да, конечно, интересно, просто я к чему, статья даже написана к чему, вопрос к тому, что, прежде чем тестировать, именно по генеалогии Эдеги, в первую очередь, нужно тестировать самих Ногайцев, вот, почему я, у меня идея пришла, напечатать статью, это, ну, равносильно, что, вы же не будете, там, например, изучать династию, там, каких-то, там, польских царей, например, да, к слову, вы же не будете сначала тестировать их, каких-то побочные линии, там, в Германии или в Австрии, вы сначала с поляков найдете, да, начнете, или, так же, казахских, каких-то султанов, вы же не будете начинать, там, с каких-то переселенцев, живущих в Турции, сначала вы, наверное, протестируете казахов, а именно по отношению к нам, как-то, вот, как-то не так, то есть, нас, самих, наших представителей, не протестировали, а протестировали, человек, ну, людей, которые, там, они уже давно русские, или, там, каракалпаки, то есть, вот, в этом плане, а так, конечно, нам интересны, именно, ну, фамилии, которые, среди, те же Урусовы, да, Юсуповы, ну, Юсуповых не сохранилось, все это интересно, другие фамилии, как бы, это все интересно. Замечательно, у нас, да, достаточно активно происходит обсуждение, вот, я, наверное, все-таки, предложу нашу сегодняшнюю встречу завершить, повторюсь, относительно того, что данная тема, она чрезвычайно важна для дальнейшего развития всей иногайской науки, потому что очень большие плоды дает междисциплинарный подход, одни данные, только этнографические, либо только исторические, они как бы богаты не были, они не дают ответов на все имеющиеся вопросы, во-первых. Во-вторых, сейчас очень много исследований у наших родственных, да, и наших дальнеродственных народов по этой тематике, и это как бы подталкивает и нас, тем более, что есть такая сфера очень интересная, как полео-ДНК, и вот здесь тоже, да, широкое очень такое широкое поле для исследований и изучения, поэтому абсолютно точно ясно, что без дальнейшего изучения генопонта Ногайцев невозможно дальше, я так думаю, плодотворно двигаться. Вот я надеюсь, что данное мероприятие, оно будет только первым шагом, да, и не первым, и последним, а именно первым, и с последующим продолжением для развития данной тематики. я прошу всех, кто присутствует, и наших уважаемых гостей, вот, поддерживать с нами контакт, мы надеемся на плодотворное сотрудничество, от всей души благодарю всех, кто сегодня был с нами, особенно хочу поблагодарить Жасулык Мурадовича Сабитова, Мурад Акая, Джанарсланова, да, для нас большая честь, то, что потомки нашего правящего рода Идеге, другой правящий род был еще Кирея, да, но основной правящий род все равно были потомки Идеге, самые, да, известные наши Ногайские эпусы, до сих пор среди нас находятся, дай Аллах всем процветания, благо, еще раз поздравляю с этим замечательным сегодняшним праздником, до новых встреч, дорогие товарищи, дорогие друзья, на свидание.